Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Над этой бадьей с дрожжевым раствором, с дрожжевой болтушкой, 100 литров почти что. Поговорим с вами о дрожжах и растениях. Существует множество различных мифов, связанных с дрожжами. Многие считают, что дрожжи являются подкормкой, которая заменяет азотные, фосфорные, калины и прочие удобрения. Несмотря на то, что дрожжи, безусловно, содержат все элементы питания растений, я их использую достаточно широко, все-таки полноценной заменой органическим или минеральным удобрениям дрожжи не являются. Они могут быть таковыми, но только в том случае, когда мы их используем в очень большом количестве. Например, я рассказывал об особом пролонгированном удобрении со стимулирующим корневую систему действия для огурца, где мы клали такую приличную дозу дрожжей под корни. И, конечно, это не 100 грамм на 10 литров по итогу, что является очень разбавленным раствором. Но зачем же я использую дрожжи и какие опасности дрожжей есть при подкормке растений? В первую очередь надо помнить, что дрожжи являются роста регулятором растений, то есть в меньшей степени подкормкой, в большей степени регулятором роста растений. Они могут улучшать рост растений за счет, например, гормональной активности. Также они улучшают рост растений за счет того, что на поверхности листьев создают конкурентную среду и не позволяют разнообразным болезням цепляться за наши растения и становиться причиной снижения урожайности. Поэтому внесение дрожжей по листу является очень-очень благоприятным. Но благодаря гормональной активности дрожжевым растворам также хорошо и поливать. Также существуют мифы, связанные с тем, что дрожжи могут вызывать вершинную гниль у томата, якобы потому, что выедают весь кальций. Но вот это, кстати, не вершинная гниль, так что можно не напрягаться. Откуда же берутся такие поверья? С чем же они связаны? Они как раз связаны с тем, что дрожжи обладают очень сильной, просто стимулирующей активностью. Никакой кальций они не выедают. Просто они вызывают бурный рост растений, в том числе плодов. И как следствие кальций не успевает проникать к кончику плода и может возникать вершинная гниль. Это означает, что мы должны быть очень осторожны при использовании различных ростостимулирующих средств. Если нашим растениям хорошо, если растут они замечательно и с ними все в порядке, то избыточно стимулировать их рост не стоит. Если растениям слишком хорошо, то это тоже может быть плохо. Поэтому используйте такие, казалось бы, даже совершенно безобидные ростостимуляторы, как дрожжи, по назначению смотрите Иванову науку и используйте тогда, когда я даю рекомендации. И в этом случае дрожжи не нанесут никакого вреда вашим растениям, а будет только лишь сплошная польза. Что ж, дрожжи замечательный природный способ поддержания роста и развития наших растений. Но избыточное использование любых ростостимуляторов и удобрений является неблагоприятным. Правильное же использование дрожжей гарантирует вам замечательные результаты и отличный, отличный урожай. Не бойтесь дрожжей, просто используйте их правильно. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!